Можно ли восстановить своё здоровье? Как жить и не болеть? Эти вопросы волнуют очень многих. Так вот, скажу вам на основе собственного опыта. Можно, если мы с вами отвлечёмся от всяческих медицинских таблеток и повернёмся лицом к природе. И в этом видео я вам покажу один из очень важных способов, которому я научилась в Болгарии и который помогает мне поддерживать мой иммунитет в очень хорошем состоянии. Ну вот, это основная цель моей сегодняшней прогулки в гору. Приступаем. Начинаем собирать. Так, аккуратненько обрываем. Конечно, когда я видео не снимаю, я всё это делаю значительно быстрее. И, конечно, нужно второй рукой придерживать веточку для того, чтобы всё-таки причинить ей как можно меньше вреда. При этом я ещё всегда разговариваю с деревьями, с травами, которые я собираю, и прошу у них разрешения, и прошу у них прощения за то, что я как-то вот нарушаю их покой. И вот, прошу, чтобы они поняли, что это нужно для моего здоровья, для получения природных сил. Ну, кто-то говорит, что сосна колется, кто-то говорит, что руки потом грязные. Ничего, руки отмываются. Вот они у меня сейчас такие. И приду домой и спокойненько всё отмою, тем более минеральной водичкой. Ну вот, полчаса, и дело сделано. Я набрала достаточно для того, чтобы вот один раз сварить порцию сиропа. А теперь посидим, поотдыхаем, послушаем пение птиц. Я на земле сижу, уже очень она тёплая, давным-давно солнышко светит, пчёлки летают. А, кстати, за мной вот тоже очень полезное, интересное растение. Это то, что болгары называют глок. Похоже, что это боярышник наш. Смотрите, как много всяких жучков, пчёлок тут, потому что очень буйное цветение, запах необыкновенный. Так вот, ой, какой жучок красивый сейчас. Попытаюсь его снять. Вот такой красавец. Так вот, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. И вот эти вот цветочки, вот их надо вот так прямо обрывать, вот таким соцветием сушить. Я в прошлом году насушила, знаете, такой чай великолепный, ну, конечно, не из только глога, а ещё и добавляла туда другие травки. Вот. А болгары из этого ещё делают тоже отдельный сироп, вытяжку. Вот сейчас фермерские хозяйства это всё продают. Ну, а я тут сама собираю. Так, сейчас эту природную полезность мы будем доводить до ума, стараясь максимально сохранить всё, что там заложено. Этот способ я сама для себя придумала, разработала, прочитав что-то в интернете, послушав болгар пожилых, которые делились со мной своим опытом, и пользуюсь этим я уже несколько лет. Работа наша будет проходить в три этапа, при этом абсолютно никак не напрягая, и всё будет на глазок, то есть я себя не заморачиваю никакими тут пропорциями, цифрами и так далее. Кому интересно, смотрите продолжение. Итак, первый. Высыпаем всё это в кастрюлю. Вот я уже примерно знаю, да, что как раз у меня получится это на один раз. Я это всё уплотняю, заливаю водой, так, чтобы как раз это всё наполнилось. Ну, я добавлю ещё сейчас воды. Вот. Значит, вот когда это всё покроется водой, то в итоге получится нормальная концентрация, хорошая такая концентрация сиропная. Это я уже знаю, поэтому вот так и использую. Затем я всё это ставлю на огонь, кипячу, буквально как только вскипит, там две-три минуты, и я выключаю. Так, закипело. Вот, немножко покипело. И теперь мы переходим ко второму этапу. На этом этапе нам нужно решить три важных задачи. Во-первых, чтобы из почек сосновых как можно больше полезных веществ перешло в воду, да, в которой они кипятились. Во-вторых, при этом нужно ещё и именно что, сохранить эти вещества, то есть не держать их на сильном огне. Ну, и в-третьих, сэкономить электричество, поскольку плита у меня электрическая. Так вот, что я придумала. Специальное сооружение на кресле у меня. Два пледа. Один искусственный, один шерстяной. И вот здесь узбекские подстилки, такие с натуральной ватой. Значит, я вниз кладу одну, сверху сюда поставлю кастрюлю, сверху положу ещё одну ватную вот эту вот подстилочку, и потом всё закутаю пледами. Ну, и вот в таком состоянии моя кастрюля будет стоять где-то от 12 до 20 часов, в зависимости от того, как у меня будет время и желание продолжать занятия. Ну что, пришло время приступить к третьему этапу. Прошло 18 часов. Я разворачиваю. Вот, подушки все тёплые. Так, и кастрюля, она, ну как вам сказать, как тёплая печка такая. На ней приятно погреться. Значит, теперь наша задача отделить вот эти сосновые почки от рассольчика, в котором они плавают. Так, ну я это всё делаю достаточно упрощённо. Ой, а запах-то какой идёт! Знаете, такой тонкий аромат сосны. Так, значит, я отделила сосновые почки, вынула. Вот, любым удобным для вас способом. Измерила количество жидкости, которая у меня получилась. Вот, налила в кастрюлю здесь 3 литра. И ещё литр у меня остался уже на второй заход. Вот, добавила 3 килограмма сахара. То есть, на литр вот такого отвара из почек добавляю 1 килограмм сахара. В принципе, если вы хотите, чтобы у вас был более густой сироп или даже мёд, как его можно назвать, можно добавлять сахара больше. Но я этого не делаю, потому что понятно, что чем больше содержания сахара, тем уже это менее полезная вещь. Вот, значит, поставила я это опять-таки кипятить. Когда у меня это вскипит, буквально через 2-3 минуты я добавляю лимонную кислоту. Вот у меня такая лимонина киселина. Значит, здесь в пакетике 10 грамм. То есть, примерно на литр, как рекомендуют, нужно положить 1 пакетик. Значит, соответственно, я их положу 3 пакетика. Вот, я их уже приготовила. Но вот здесь я хочу вас предупредить. Значит, когда вот вы в кипящее кладёте лимонную кислоту, у вас может это просто такая подняться огромная пена и всё выбежать из кастрюли. Это у меня так произошло уже один раз, поэтому вот я предупреждаю. То есть, нужно очень аккуратненько её класть, помешивая и так далее. Значит, потом в горячем состоянии я разливаю этот сироп по бутылкам. Ну, вот я уже подготовила такие разные бутылки, литровые, вот 750 грамм у меня бутылочки. Я уже приблизительно представляю, сколько их будет надо. Вот, мне просто удобнее потом пользоваться, когда это налито в бутылках, а не в банках. Хотите, пожалуйста, наливайте в банки. И вот дальше, опять-таки, значит, кстати, я их просто промываю с содой. Простите, я ничего не стерилизую. Вот, и специально. И потом, значит, тоже в горячем виде вот этот вот разлитый сироп в бутылочках я опять-таки упаковываю в свою баню, печку, как угодно там её назовите. И это тоже у меня там лежит где-то сутки. Вот, то есть получается такая естественная стерилизация, тем более, что сироп сам по себе, он бактерицидный. Вот, его очень хорошо поэтому употребляется при простудах. Ну, поскольку простуды у меня бывают очень редко, то, значит, вот я его просто для повышения иммунитета. Ну, вот на этом процесс и завершается. И пока у меня тут сироп закипает, я начинаю заниматься своими утренними делами или там какими-то дневными. Ну вот, дорогие мои, процесс мы завершили. Приготовили очень полезный натуральный продукт для поддержания иммунитета, лечения простудных заболеваний, лёгочных, вот, бронхи и всё. Это прекрасно, совершенно поддерживает этот сироп. Значит, я его добавляю в чай вместо сахара, а также использую, ну, вот как варенье, когда что-то такое сладкое, в, там, вместе с блинами, в киселомляко кладу, в йогурт, вот, ну, так, чтобы проще вам объяснить это. Вот, и постоянно мы его используем в нашей семье. А это я вам показываю сиропчик, который сделала в прошлом мае. Видите, год простоял в квартире, ни в холодильнике, ни в погребе, нигде. Просто в квартире. И вот так замечательно сохранился. Цвет такой янтарный на солнце, прозрачный, переливается. Я с вами прощаюсь на этом. Кстати, скоро я буду готовить сироп из быса, белбыс. Так что не уходите с моего канала, если вы хотите увидеть побольше, как можно поддержать своё здоровье без таблеток и как можно даже избавляться от очень неприятных заболеваний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!